Всем привет, ребят! Добро пожаловать на мой бьюти-канал снова! Меня зовут Юлия Прелл, и в сегодняшнем видео надо будет что-то необычное для этого канала. Обычно я говорю о косметике, я делаю макияж на камеру, я обозреваю горячие новенькие косметики, но в сегодняшнем видео этого не будет. В сегодняшнем видео я поговорю с вами о распродаже в Bath & Body Works, что я купила там, на что стоит посмотреть. И вообще, я сегодня, наверное, буду живым примером того, как иногда бывает поход в магазин, заканчивается тем, что ты тратишь 150 долларов, даже не зная, как так произошло. В общем, если вы не знаете, Bath & Body Works очень-очень знамениты своими свечами, мне кажется, это первое, чем они знамениты. И, конечно, второе, наверное, чем они знамениты, это уход за кожей, именно очень вкусно пахнущие и гели для тела, всевозможные крема. И люди обожают Bath & Body Works, и я тоже. Если вы спросите, почему в Bath & Body Works распродажа привлекает столько много внимания, это все потому, что они у них только два раза в году, а именно летом в июне, как раз-таки сейчас, и также перед Рождеством, в декабре, по-моему, если не ошибаюсь. Я в прошлом году делала видео, где я также ходила в Bath & Body Works в декабре и прикупила большое количество свечей на как раз-таки новогоднюю тематику. Но сейчас лето, хочется каких-то более таких цитрусовых ароматов, более легких, потому что все те свечи, которые я покупала в прошлом году, они уже не так актуальны, как мне кажется. Вот к новому году они будут самое то. В предвкушении показать вам, что я купила. Я очень надеюсь, что это видео поможет вам определиться с покупкой, когда вы будете в следующий раз в магазине Bath & Body Works. Но сейчас я хочу показать вам кадры из того, как я пошла сегодня в этот магазин, что я увидела, когда зашла внутрь, сколько народу. Народу, спойлер-алерт, было вообще не очень много, что удивительно, может, потому что это был второй день распродажи, потому что обычно, особенно в первые дни распродажи, народу очень много приходится стоять в очереди. В этот раз этого не было, что удивительно. Поэтому да, давайте посмотрим, как там внутри что. Я слышала много, кто говорил о том, что вот этот крем, он супер-классно пахнет. Сейчас понюхаю, посмотрим вообще. Выглядит очень многообещающе. Кстати, вот этот сорбет, спрей тоже много о нем говорит, кто положительные вещи. Очень много здесь разных всяких моментов, которые реально интересуют меня, даже глаза разбегаются. В общем, чтобы вы понимали, у меня вот таких два больших пакета. И я, если честно, даже, опять же, не думала, что у меня будет столько всего, потому что, как обычно бывает, ты думаешь, ну я куплю там парочку свечей, да, и все. Нет, так обычно не происходит, потому что ты вдруг видишь эти приятные-приятные цены и говоришь себе, ну это же не так часто происходит, да, почему не побаловать бы себя? И тут ты понимаешь, что набирается больше, чем нужно. Я не покупала это, в общем, чтобы просто купить, понимаете? Итак, первое, что я купила, естественно, от чего я не смогла отказаться, это уход за телом. Конечно же, всякие лосьоны, гели для душа. Давайте с этого пакета маленького, но удаленького и начнем. Первое, что я вижу, это гель для душа. По-моему, он был в мужской секции. И этот гель для душа из серии расслабляющая, то есть его лучше всего использовать именно перед сном. Запах у него очень классный. Запах меня привлек также помимо упаковки. И в этом геле есть масло сандалового дерева и также эвкалипт. Хоть он и продавался в мужском отделе, мне кажется, аромат у него, он как унисекс. Даже не скажешь, что здесь есть эвкалипт и сандаловое дерево. Он пахнет вот очень дорого, я бы сказала так. Я бы, наверное, сама даже им пользовалась. И сейчас мне нужно найти мой чек. Оказывается, это гель для душа, он один из самых дорогих из списка того, что я купила. То есть он так бы стоил 13 долларов, так я дала за него 6 долларов, то есть 50% была скидка. Конечно, у меня есть много кремов, но не так много тех кремов, запах которых мне прям очень-очень нравится. И тут, когда я понюхала парочку из них, я поняла, что они идут со мной домой тоже. И первый крем для тела, который я взяла, он называется Magnolia Charm. В таве его есть, я так понимаю, какое-то количество экстракта магнолий. Пахнет просто потрясающе. Один из кремов, который, кстати, очень сложно отыскать. В определенных магазинах его нет. В моем магазине он был, и это очень круто. Я бы сказала так, это не чрезмерно какой-то сладкий-сладкий аромат. Вот знаете, бывают такие крема, которые прям, ну, очень сладкие. У этого же крема есть эта золотая середина, как мне кажется, он не приторно-сладкий, прям то, что нужно. И, кроме того, он еще очень такой освежающий. Какие-то освежающие нотки я чувствую в нем. Потрясающе пахнет. Я не могу сказать, что я прям большой любитель вот именно кремов в такой текстуре. Он немножко такой жирноватый. Но, в принципе, да, когда я растираю его, он не кажется уже таким жирным, что круто. И этот крем с нотами Dewy Peer Blossom, Blooming Magnolia и Fresh Cedar. Я напишу на экране перевод этих слов, потому что если я буду так каждый раз переводить, что написано на упаковке, то видео будет очень-очень долгим. Мне очень повезло, в общем, что я нашла этот крем, потому что многие в комментариях я читала, у американских блогеров не могли его найти. Следующий крем, который я взяла, называется Confity Cake Pop. Если я не ошибаюсь, это достаточно новая линейка у Best in Body Works. И этот крем у нас, естественно, если вы можете видеть по картинке, он должен быть сладкий, потому что здесь изображены традиционные американские сладости. Что-то вроде чупа-чупса, но это шоколадное, да. Этот крем, он более сладкий, то есть прям чувствуется сладость. Мне он напомнил крем от Sol de Janeiro, их самый знаменитый крем в такой желтой упаковке. Вау, мне почему-то... Я не думала, что крем тут будет так вкусно пахнуть, потому что, когда ты находишься в магазине, ты все нюхаешь, нюхаешь, у тебя потом уже нос не в состоянии, не знаю, определить, какой запах это вообще. Ну, потому что все перемешивается. Вау, мне кажется, что этот крем, он хоть и слаще, не такой сладкий, как этот, но он и как-то пахнет поинтереснее, как мне кажется. И в этом креме мы можем почувствовать ноты Creamy Cake Frosting, Rainbow Sprinkles и также Vanilla Bean. Также, что очень здорово, вот в линейке таких кремов, именно не в лосьонах, а в таких кремах, есть в составе также масло какао, масло ши и также алоэ, что здорово для кожи. Поэтому пока что я очень рада, что я пробила именно эти крема, они пахнут просто потрясающе. Давайте теперь перейдем, наверное, к гелену для душа. Я купила вот такую гель для душа серии Forever Red. Изначально я взяла гель для душа из серии с персиком, но потом я так подумала, возможно, этот будет пахнуть повкуснее. И стоил он, кстати, 7 долларов. Кстати, забыла сказать, на крему действовала скидка 75% и 50% соответственно. Обычная цена у него, знаете, сколько? 14. Пахнет дорого, опять же. Не могу сказать, что это какой-то летний аромат. Он чувствуется достаточно таким, немножко тяжелым, но не слишком. Мне нравится такой использовать именно по вечерам. Очень вкусно пахнет. И здесь не написано, какие ноты мы должны почувствовать. Это напоминает мне о составе. Я не могу сказать, что у всех гелей для душа, которые я купила, прям такой классный состав. Потому что я обычно покупаю гели без сульфатов. И у них, как правило, начиная с первого ингредиента, очень прям полезные, хорошие моменты для тела. А в этих же гелях, мне кажется, вот аромат это то, что их делает. А состав, ну да, он хороший, он неплохой, но не прям такой вау. Поэтому аромат делает эти гели. Следующий гель для душа, который я приобрела, это из их новой коллекции. Называется он Endless Weekend. Я очень долго, если честно, думала брать мне этот гель для душа или не брать. Ну, типа, сколько может у меня геля для душа быть, правильно? Но понюхав его, я поняла, что да, это стоит того. Он пахнет очень по-морскому, такой, знаете, очень летний вайб у этого геля. Определенный, у них также был спрей из этой же серии, у них был лосьон для тела. Но я как-то подумала, зачем мне столько всего этого, если мне только понравился гель. Хотя многие американцы, они покупают, как правило, всю серию, когда дело касается косметики для тела, да. То есть, если уж пахнуть, то пахнуть как вот все из этой серии. Вот, но не знаю, я как-то еще пока к этому не привыкла. И в этом геле у нас, да, вот то, что я, наверное, почувствовала, аромат кокосовой воды, что, наверное, делает этот гель немножко другим, отличающимся от других. Также в этом геле ноты летнего мандарина и ванили сандалового дерева. Вот, сложно было произнести мне это, но, в общем, да, прикольная вещь. Мне кажется, что это отличный гель для того, чтобы использовать его хоть каждый день, потому что он навевает мне мысли о том, что уже лето настало. Я извиняюсь, ребят, если сейчас немножко по-другому мой голос звучит. Я сменила свой микрофон, потому что у меня мой сел, который я всегда использовала, поэтому, возможно, мой голос сейчас немножко по-другому звучит. Надеюсь, не слишком большая разница. И следующее, что я купила, что мне кажется очень рандомное, это мыло. В такой, мне кажется, очень красивой упаковке, называется оно Hanolulu Sun, то есть это их... У них разные серии есть, по сути. Есть серии с фруктами, есть серии с более такими морскими ароматами, это как раз-таки тот случай. Самый первый раз, когда я понюхала это мыло, я поняла, что да, это оно. Очень такой морской, освежающий аромат. Он пахнет свежестью каким-то морским, не знаю, морским побережьем. Наверное, рандомная покупка, но за половину цены это, мне кажется, очень даже неплохое вложение. В чистые руки в будущем. Далее, я не могла пройти мимо спреев. Наверное, спреи заняли у меня гораздо больше времени, чтобы я выбрала что-то подходящее мне по запаху. Там такое большое количество спреев, что прям можно реально целый день находиться в этом магазине и выбирать свой подходящий аромат, что, наверное, в принципе, я и сделала. Все эти спреи были также на распродаже, и я, получается, заплатила за каждый из них 6 долларов, и моя скидка составила 8 долларов 50 центов. Обычная цена была 14 долларов 50 центов. Первое, что я купила, это вот этот спрей, который называется у нас Champagne Toast. Очень красивая упаковка, супер мило смотрится. Мне нравится, что она такая как прозрачная, через нее что-то можно также увидеть. Это круто. И изначально, когда я начала нюхать один спрей, другой, я сразу почему-то почувствовала этот аромат спирта. Мне кажется, в этих спреях очень много спирта, хоть, да, он, наверное, не сразу прям почувствуется, но он есть. И меня-то немножко насторожило, но потом я такая, ладно, потом посмотрим, насколько спиртовые эти спреи. Этот спрей пахнет очень, я бы сказала, по-летнему, но у этого спрея есть какая-то своя особенная такая сладкая нота. Я точно помню, что многие охотились за именно вот этим спреем Champagne Toast. Здесь не написано, какие ноты я должна здесь почувствовать, но пахнет он свежо, но в то же время немножко как сладко. Интересный аромат, он определенно цепляет. То есть, если бы я почувствовала на ком-то этот аромат спрея, я бы спросила, что это за парфюм ты используешь. Поэтому этот мне понравился, наверное, больше из упаковки и за название тоже. И следующее, что я купила, это вообще новая коллекция их спреев, с которой они... Что удивительно, потому что изначально я думала, что эти спреи для тела, они в полную стоимость, на них нет скидки. И этот спрей у нас называется Watermelon Lemonade. Классная упаковка тоже. Кстати, эти спреи, они протестированы дерматологами и не тестируются на животных также. На этом спреи уже написаны, какие мы должны почувствовать ноты. Именно этот спрей, Watermelon Lemonade, пахнет супер по-летнему. Если я представлю лето, то что-то вот арбузное или пиноколада, это те ароматы, которые я представляю. И этот не исключение. Но ты его нюхаешь, что действительно представляешь арбузный лимонад. Это удивительно. Я забыла сказать вам, ребята, какие ноты мы здесь должны почувствовать. Первое, это арбуз на льду, газированная вода и также засахаренный лимон. Я больше чувствую здесь, наверное, арбуз. Я чувствую сахар, определенно что-то такое сахарное, это факт. Супер классный летний аромат. Я думаю, что я буду использовать его как можно чаще сейчас, летом. И последний спрей, потому что я не хотела покупать миллион спреев за один раз. Этот называется у нас Endless Weekend. Также новая коллекция, с которой они вышли. Первый раз, когда я понюхала этот спрей, я как-то не поняла его. Я подумала, очень странный аромат. Он очень отличается от других. Он прям такой, знаете, активный очень. То есть, это не что-то вроде такого спрея, да, который такой летний, легкий или вот такого. Здесь прям чувствуется сладость. Вот прям сладко. Что тут за нота у нас вообще? Вы должны почувствовать ноты летнего мандарина, синяя кокосовая вода и ванила сандалового. То есть, это ваниль с сандалового дерева, что-то вроде того. Наверное, к этому спрею мне придется привыкнуть, привыкать, потому что у него такой специфический аромат. Но, тем не менее, он очень отличается от других. Мне это понравилось. Также я не забыла про мужа. Я купила ему спрей для тела. Называется он Hero. Мне показалось, это очень интересный аромат. Он пахнет прям по-мужски. Мне кажется, он пахнет так, как вы хотите, чтобы ваш мужчина пах. Мне так показалось. И я просто поняла, что, ну, я хочу, чтобы мой муж так же пах. И это гель для душа. Называется у нас Legend. И он пахнет прям по-мужски. Наверное, этот гель, он гораздо более интенсивный, чем спрей для тела. И в этом геле для душа мы можем почувствовать ароматы бергамота, rich oak и также что-то с сандаловым деревом. Я всегда стараюсь покупать это мужа, чтобы он не чувствовал себя каким-то, ну, знаете, ну, обделенным. Типа я все покупаю для себя, там, для канала, но не для него. Поэтому иногда здорово порадовать его чем-то таким, да? Мне кажется, это так. Ну, все, мне кажется, со спреями и с гелями мы закончили. Теперь можно перейти к свечам. Я извиняюсь, если такое было долгое вступление. Вот, потому что, ну, я тоже не думала, что это будет так долго. Первая свеча, которую я взяла, называется Island Margarita. Меня сначала немножко смутил. Такой цитрусовый аромат у этой свечи. Я подумала, не слишком ли он будет каким-то too much. Но потом я так принюхалась и поняла, наверное, нет. У меня сначала был выбор между этой свечой и также свечой с гриппфрутом. Гриппфрут, он был какой-то розовый гриппфрут, но он пах, как мне кажется, не так активно, как эта свеча, которая называется у нас Island Margarita. И сейчас я нюхаю ее, и мне кажется, что она пахнет немножко сладко. Я этого не чувствовала в магазине, когда я покупала ее. Самое ужасное, что я не люблю в свечах, это когда они прям чрезмерно притерные. Перед тем, как я нашла вот эти свечи, которые я купила, я перенюхала столько свечей, и все они были прям слишком сладкие какие-то, притерные. Это не то было, что я хотела, но когда я увидела эту свечу, я поняла, что это цитрусовая, это не такое притерное, поэтому я это беру. И здесь мы можем почувствовать ароматы сладкого мандарина, островного манго, манго с островов, Island Mango, и также морскую соль, ароматы морской соли. Мне кажется, эта свеча идеальна просто на лето, настоящего желтого цвета, но пока что я не знаю, если честно, самая ли лучшая эта свеча из того, что я сегодня купила или нет. Кстати, эта свеча стоила у нас 12 долларов 50 центов. Очень смешно получилось, я когда ходила по магазину, там у них много разных стендов, где стоят свечи с разными ценовыми категориями. Где-то это 50%, где-то это именно 12 долларов 50 центов. И я изначально подумала, что эти свечи, они как бы новые, это новая коллекция, они стоят 24 доллара, что в принципе обычная цена для свечей Bath & Body Works. И я была в шоке узнать, что оказывается свечи из новой коллекции стоят 12 долларов. То есть я такая, вау, я беру их все. Следующая свеча, которую я купила, от которой я также думала, называется она Kiwi Star Fruit Cooler. Вроде как идеальная свеча для того, чтобы жечь ее летом. Прям чувствую аромат киви в этой свече и еще чувствую сладость. То есть это не просто киви, да, скучно, да. Нет, здесь еще есть небольшая сладость и это круто. Это определенно одна из самых необычных свечей, которые у меня будут в моей коллекции. И в этой свече мы можем почувствовать ароматы. Вау, тут много всего. Сладкий старфрут, газированный селтсер из киви, немножко сока из гуавы и также лемон гарниш и натуральные масла эфирные в этой свече. Поэтому, да, мне кажется, это вот как раз-таки та свеча, которая будет идеально на лето в нашем доме. Следующая свеча, оу, это у нас, мне она также понравилась, я точно помню. Называется она Sunny Lime. И эта свеча меня заинтересовала как раз-таки потому, что она цитрусовая. У нас не так много всего цитрусового. Я поняла, что да, это то, что я хочу. Вау, уже чувствую, только открыла крышку и я уже почувствовала, что аромат у этой свечи просто повсюду. Знаете, ребят, не так часто ты находишь свечи с цитрусовыми, с ароматом цитрусовых, и ты понимаешь, что да, эта свеча сделана правильно, и это как раз-таки тот случай, потому что здесь идеально все, то есть это такой цитрусовый аромат, но при этом в нем есть какой-то интересный такой подтон. Очень интересно, что еще здесь намешано. Свежий, вау, то есть прям свежий сок лайма, что очень круто. White peppercorn, bright bergamot. Бергамот как раз-таки делает эту свечу. Из bergamot это было бы просто обычная какая-то свеча, типа лаймовая. Далее, эта свеча, я долго думала о ней, называется она white tea and sage, то есть это свеча с белым чаем и саге, называется так, если я не ошибаюсь. Специфический аромат, то есть когда я понюхала в первый раз эту свечу, я подумала, как-то она странно пахнет, но потом, принюхавшись, я вдруг поняла, что что-то в этом есть. Это пахнет как будто бы как свежесть, вот знаете, есть аромат только что постиранного белья, хлопка. Это вот примерно в этой категории, то есть очень свежий аромат. Я не так чувствую белый чай, как я чувствую именно вот саге. Мне кажется, аромат этот будет потрясающим перед тем, как пойти ко сну, чтобы немножко расслабиться. И в этой свече я вижу ноты газированного bergamot, sparkling bergamot, белого чая и также свежего саге получается. Очень-очень круто. Это, знаете, как игра в русскую рулетку, когда ты покупаешь что-то, в чем ты не уверена, и вдруг это оказывается, типа, любимым ароматом, когда дело касается свечей. Мне кажется, это понравится тем, кто любит запахи чистоты, да. Поэтому здорово. Третья свеча. Мы еще не закончили, ребят. Вернее, четвертая свеча. Моя пятая свеча, которую я купила, называется Blueberry Lavender Spritzer. Впервые, когда я понюхала эту свечу, я не поняла ее. У меня какие-то ассоциации с детства приходят, когда я нюхаю ее. Я как будто бы уже где-то аромат этот чувствовала, когда я была маленькой. В этой свече мы можем видеть ноты сочной голубики, лавандовые лепестки, лимонный сок и также немного клап соды. Он очень летний, это факт. И когда я посмотрела на упаковку, увидела, что смородина, лаванда, ну, типа, что в этом такого интересного? Но все это вместе делает эту свечу, делает аромат этой свечи очень уникальным. И последняя, шестая большая свеча, которую я купила, называется Vanilla and Peach Tea. То есть это свеча с ароматом ванили и также персикового чая. Изначально меня, наверное, привлекла упаковка больше всего, потому что она такая милая, розовая. Здесь еще такая золотая ленточка, как вокруг нее. Очень круто и красиво. И потом, понюхав ее, я не поняла, опять же, эту свечу сначально, потому что мне показалось, что она какая-то сладковатая. Но это очень легкий аромат, что, опять же, круто на лето. Он несложный, и, наверное, в этом есть его привлекательность. Я не могу сказать, что я чувствую ваниль, я чувствую больше персик. Вот как можно почувствовать персиковый чай? Также я отчетливо чувствую что-то цитрусовое определенно, но не так много цитрусовых, как, например, персика в этой свече. Это факт. Идеальная свеча на каждый день, легкая, ненапряжный аромат, какой-то несложный. Поэтому, да, я в предвкушении уже ее жечь. Возможно, даже сегодня. Следующие свечи, которые у нас маленькие. Эти свечи были по 6 долларов, и когда я понюхала 1, 2, 3, я поняла, что, вау, вообще, на самом деле, маленькие свечи у Best in Body Works, они как будто бы пахнут лучше, чем большие свечи, потому что они маленькие, и, наверное, в маленьких свечах, возможно, аромат как будто бы сильнее. Я не знаю, сейчас понюхаю мы с вами их, я скажу вам. Первая свеча, которая мне понравилась очень-очень сильно, называется она Brighter Day. Просто посмотрите на цвет этой свечи, ну как это смотрится мило и красиво. очень девчачий розовый цвет, мне это понравилось сразу же, когда я увидела ее. 6 долларов, обычная цена у этих свечей 12 долларов. Эта свеча пахнет очень подевчачьи, сладкая, но при этом нет этой какой-то приторности, что мне очень нравится. И, конечно, эта свеча, вот она сама по себе украшение любого интерьера. Здесь, опять же, не написано, какие ноты мы должны почувствовать, они пишут только про ноты в больших свечах. Следующая свеча, которая меня очень заинтриговала, называется она Watermelon Lemonade, то есть арбузный лимонад. Причина, почему именно этот аромат меня заинтересовал, это потому что арбуз и лимонад, это, ну, такая летняя тематика, что сложно было сказать нет этому, тем более за 6 долларов. И пахнет свеча, это вот прям реально, как, опять же, лимонад арбузный, как, наверное, наш спрей, который я купила также, который назывался у нас Watermelon Lemonade. Мне кажется, ароматы, они очень-очень похожи. Окей, если бы я писала этот аромат свечи, я бы сказала так, если вы любите жвачку, арбузную, там, типа хубубубы, вот примерно такой же запах у этой свечи, как у жвачки, я бы сказала, у этой свечи имеется то самое идеальное сочетание, опять же, не слишком она сладкая, притерная. Мне кажется, это будет первая свеча, которую я буду сегодня сжечь. Я не могу, это идеальный летний аромат для дома. И, в общем, да, ребят, такой у нас сегодня был холл или распаковка покупок из Bath & Body Works. Советую поторопиться, если вы хотите какие-то классные самые ароматы свечей ухватить или гели для души, все такое, потому что все уходит очень быстро, и много кто не может найти их любимые ароматы, потому что все распродано, как бы, да, настолько американцы помешаны на, я не знаю, Bath & Body Works, все любят вкусно пахнуть, мне кажется. В общем, да, ребят, спасибо большое за то, что были сегодня со мной. Надеюсь, вам понравилось это видео, надеюсь, оно было вам полезным. Я буду разбираться со всем этим добром, я даже не знаю, что я буду жечь первым, потому что выбор огромен у меня сегодня. И да, ребят, я желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, идеальных макияжных дней каждый день. Это важно. Ваша Юля, не прощаюсь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok